ребята здравствуйте с вами алексей король постановы и всяких интересных штук и оператор от бога натали мы приезжаем на дачу это дача на самом деле и у нас есть какой-то рацион если мы не пишем видеоролики я бы хотел показать любимые рецепты на завтрак на обед и на ужин и самое интересное что сегодня под вечер мы сделаем шашлыки быстрым маринадом не про два часа мы не как вот эти вот производители которые а мы заварянуем это за 15 нет это будет очень вкусно есть фишка 1 прям кайфовая 4 рецепт сегодня где-то будет мы с вами начнем разумеется завтрака пошла сейчас утро спонсором сегодняшнего видео является наталья потому что это ее рецепт и так что нам понадобится колбаса и бак называется жировыми прослойками поэтому что мы делаем и колбаску небольшой кусочек мы делаем порцию на двоих голодных людей нарезаем удобными кубиками без рай можно хаотично здесь уж прям вот супер нарезка какая-то не нужна сковорода у нас уже разогрелась добавляем сюда масло ну и разумеется что надо сделать надо колбаску слегка обжарить на низком огне дальше лаваш смотри что я делаю для удобства и так мы с вами пилим пополам один лист может быть не очень ровно но все ок далее берем скручиваем ты есть еще говори если я что-то неправильно делаю пока правильно пока правильно сворачиваем трубочкой и начинаем ну да по сути мы с вами делаем лапшу ребят когда я говорю что мне иногда со состоянием утреннего хочется чего-то это я вот об этом говорю вот такая картина у нас получается имейте ввиду но толик дает свой комментарий можно просто рвать лаваш так просто получается он пышный так мы с вами едем дальше у нас здесь три яйца вот они великолепные сюда вливаем 150 молока немного соли черного перца но специи могут быть ваши любимые мы добавим сюда такой молотый красный перец чуть-чуть все равномерно перемешали теперь можно это на самом деле не делать так и так просто плотнее получается и вкус более-менее равномерный поэтому берем и обваливаем лапшу лавашную вот таким вот образом чтобы она вся была покрыта яичной смесью подходим к сковороде у нас все здесь уже красивенько загорело чтобы у каждого на куске было это великолепие берем и так вот растягиваем отправляем сюда чтобы у нас получился круг мы с вами берем и распределяем лаваш равномерно сейчас нас стоит минимальный огонь допы которые мы будем забрасывать можно регулировать мать я точно понимаю что и я и натаха любим помидоры поэтому отправляем их на всю сторону можно болгарского перца добавить можно грибов предварительно прожарить с колбасой но я точно понимаю что я хочу чуть-чуть поострее поэтому на свою половину я добавляю красное халапеньо да это закон подлости добавляем везде ты точно будешь ну и достаточно важная фишка это сыр самый обычный российский на терке берем и трем на всю поверхность сверху я пройдусь еще немножко перцем соли не надо потому что сыр российский немного соленый закрываем все это крышкой что касается времени 12-13 минут ребята это трансформер если у вас едно это не оптимус прайм конечно но если вдруг у вас есть оливки добавляете маринованный огурчик остался 1 2 штуки добавляете вот это принцип дачной еды нашей все что есть холодной да на самом деле в квартире все происходит по похожему пути поэтому 12 минут и все готовится быстро чай пока заваривается сейчас будем пробовать да это скорее пицца и яичница натаха мне один как-то показала года два назад и это вообще любовь наверно сегодня мы пожелаем вам приятного аппетита аж три раза просто у нас три приема пищи мы специально показали вам готовность что ничего не пригорело и если вы увидели сверху пригаринки это я схимичал я взял это как она газовая эта штука да прогрел нашим красивый колер был простая вкусная еда пахнет именно так она немного плотная полное ощущение вот нету знаете есть когда яйцо муку вбивают здесь такой это именно лавашек офигенно удобная вещь мотайте на ус лаваш здесь работает на ура правильно ты говоришь это некая такая пицца на лаваше в утреннем формате вам здесь все и свежие овощи и сырочек и бутербродная часть есть все на свете на мы с вами через два часа встречаемся я покажу свой любимый холодный суп мама называет его стряхнин почему-то мы все уже нарезали это свежий огурец это редис это картофель отварной и яйца на сервировку и здесь может быть ветчина колбаса что вам больше нравится давайте сразу покажу как я делаю пошли на два-три дня вот такая кастрюлька сюда сразу вмешиваем все кроме яиц перемешиваем потом просто добавляем но мы вам покажем более подробно что нам надо в главную очередь это свеклышка она же свекла и здесь самый главный прикол что я никогда не покупаю ее формате надо отварить она уже вареная продается ребят стоит недорого поэтому вот такого количества на тарелку отправляем сюда а маринованную можно нет маринованную не надо потому что будет кислить здесь кислить должно немного другое дальше идем по допом огурцы я вот так буду показывать чтобы можно было можно было понять по количеству редисонько сейчас сам бог велел и есть она сейчас такая знаете остренькая вкусная но не супер острая все равно не королина риппер дальше картошечка и дальше идет ветчина я взял ветчину если я не ошибаюсь из индейки сюда я отправляю соль молотый черный перец в капельку острого перца берем и кладем так вот капелюшку хрена но и здесь все это заливается не квасом здесь это заливается кефиром но кефир возьмите однопроцентный нежирный можно сделать следующее можно добавить например кефира как я сейчас это сделаю хоть он и не жирный и вот добавляю самую капельку газированной воды все перемешиваем сверху нужно будет добавить одно куриное яйцо и сверху все это мы взбадриваем зеленым свежим лук спонсор сегодняшнего видео это огурцы от отца потому что он в раз старался выбирал на рынке и очень попросил об этом сказать может быть мы с вами об этом ему скажем сегодня вечером ну что же давайте попробуем главное чтобы нарезка была равномерная соли не хватает и еще не хватает хрена но это все делается под каждый вкус то есть надо понимать что кому-то может быть будет нормально самое главное не солите сам салат вот это если вы будете делать это лучше пусть каждый делать в тарелке вот теперь это она кому может понравиться данный холодный суп если вдруг вы любите окрошку на кефире сто процентов да если на квасе ну и будут вопросики но это стоит попробовать это как будто версия какого-то своеобразного холодного борща мясная составляющая должна быть небольшая колбаса но поймите это на жару когда ты не в обед не хочешь набивать свое пузо чем-то жареной картошкой макаронами ты съедаешь вот такую лоханку этого всего и тебе вкусно и хорошо и легко самое главное а вот то есть это низкокалорийно и немножко снижает градус неадекватности скажем так короче встречаемся сейчас мы с вами вернемся немножко назад вот этот алексей сейчас вам об этом расскажет и уже после этого вечером мы поговорим вкусное мясо по что легче надо все таки замариновать его отлично ребята мы с вами возвратились в утро и сейчас займемся маринадом и так это самая классика но есть одна фишка которая сделает из этого песню проверено на мне и моих и так первое как всегда лук нарезаем полукольцами луку отправляем соль и и немало здесь надо это должно быть концентрировано просто должно быстро все просолиться берем и жамкаем это называется сванская соль дополнительно вместе со специями посмотрите на marketplace либо в магазинах очень годная штуковина также сухая аджика ну и свежемолотый перец маринованные томаты обратите внимание можно взять конечно домашние здесь прикол вот в чем отсюда мы с вами берем помидорки и отбрасываем их сюда и вот важницкий важная вещь маринад мы уксус не будем давали по что здесь он есть составе отправим сюда пол баночки пол баночки оставим на утро на всякий случай а также газированная вода в граммовках все как всегда будет помидоры надо чтобы дали сок поэтому делаем да выглядит как жужеву но это надо сделать обязательно и вот сейчас на этом моменте мы с вами все это пробуем должен быть легкий пересол это важно потому что мариноваться это будет у нас не сутки а где-то до вечера часов 78 и мясо должно просолиться и обязательно попробуйте можно маринада добавить можно воды добавить можно специй ваших любимых опять же но фишка с маринадом у меня просто друг так делает я не обращал внимание но получается божественно особенно если любите классический шашлык с легкой легкой кислинкой от уксуса мясо это у нас окорок нет смысла здесь использовать шею на мазер ну шея что соль перец можно масло добавить уксус все здесь все-таки газированную воду использую чтобы размягчить мясо что касается толщины кусков покажу сотый раз не люблю огромные ломти поэтому что я делаю хоп и вот он аккуратный кусочек который прожарится достаточно быстро не пересушится и промаринуется что самое главное сразу отбросили кусочки мяса в маринад и вот фишка в том чтобы полностью мясо было закрыто маринадом я оставлю до вечера до вечера где-то часов 6 7 за это время я точно знаю что все промаринуется если что можно на ночь можно на сутки чем дольше тем мягче мясо получится у вас самое главное изначально сделать концентрированный маринад если речь идет о таких жидких маринадах показываем достаточно быструю закуску может перед шашлыком во время без разницы она делается элементарно смотрите берем томат он же помидор все аккуратно разложили на тарелочку вот так вот все у нас лежит это где-то на троих-четверых человек прямо от души чтобы было вкусно и хорошо это моцарелла моцарелла которая не для пиццы идет а которого знаешь такого влажная в рассоле что мы делаем мы ее нарезаем чтобы помидорка у нас была укрыта но давайте я покажу примеру берем вот небольшая и сюда кладем солить ничего не надо иначе помидоры дадут воду дальше мы идем с вами по специям возьмите вот такой вот микс типа аля итальянские травы это инспектор катания делает можно найти от камиса от любых других они уже с солью и мы сверху чуть-чуть блаженно немного да только чтобы немного было иначе будет гордить вот совсем чуточку сделали отлично дальше что идет пусть это будет реклама и не за можно но на озоне на можно купить или там на вайлдберрисе где ребята это короче типа крем бальзамический можно назвать мусс еще что-то она с апельсином мы влюблены это уже не знаю бутылка на 50 у нас мы делаем и хаотично она не такая кислая она скорее пряная немного сладкая пьяный мастер сверху берем и добавляем оливковое масло немножко на каждую помидорку чтоб текло и как следствие в рот попало и вот теперь сверху мы берем базилик листики не надо их перетирать мы раньше их помнишь пасту делали не надо вот так вот небрежно чуть-чуть положили сюда и хорошо вот более маленькие помидорки да им достается маленький листик базилика и вот эти ветки многие убирают я обожаю ветки конечно возможно у кого-то будут вопросы по поводу того что блин на хрена такие вообще даже не рецепты вы знаете ребята вы не поверите большую часть того что мы готовим порой это очень простое но правильное сочетание ингредиентов как мы всегда говорим и конечно создавать из этого целый видеоролик это было бы глупо а вот показать в таком ключе мне кажется очень почему мне хотелось вот этого всего вот этой атмосферы три-четыре рецепта мы сейчас еще покажем чему с лавашом делаем мы же не только на этом заканчиваем с вами и папа я бы итальянский загорел потому что в серен году папа уже готовится к выходу сейчас вот третий звоночек будет и скорее всего он появится пока мяско греется да у нас с вами готовится мы берем открываем пачечку здесь можно винца выпить можно водки кому что больше нравится попробуйте вот с этой вот дрянью это реально очень вкусно и офигенно это у нас чуть попозже для следующего рецепта нам понадобится с вами сыр самый обычный российский сыр также здесь у меня идет чеснок это стандартная закуска под зеленые листья просто единственно покажу как мы сейчас начали делать и так через пресс для чеснока добавляем к сыру вот вроде горячую воду включили а осадочек остался сюда идет зеленый лук кстати имейте ввиду сыры можно миксовать можно добавить гауду и такой-то и такой-то то есть здесь как побольше нравится я просто использую самый обычный майонеза мы добавим низ не шибко много но вот столько если вдруг хотите ну следите за своим питанием то можно использовать просто нежирную сметану либо можно сметану пожирнее и например немножко йогурта наташка как-то делал с йогуртом чуть-чуть вмешивала прям отлично получается вот что-то типа того больше не надо раз и два вот это у нас на второй лаваш пойдет и начинаем размазывать лаваш закрывается ничего тут не вычит уже доготовится моментально просто смотрите кладем раз сюда короче пока папа занимается мясом мы что делаем и вот так вот берем это можешь подвинуть немножко на эту сторону если могу сейчас перекинем здесь мы кладем вот так буквально сюда где-то по полминуты с каждой стороны и вот она получается у нас в таком ключе подсушенный хрустящий что самое важное очень пахнет чесноком чувствуешь немножко горячий не такой и по идее можно как есть можно посвинячие то есть это вот так отрываешь и вот она ведь срочек тянется все счастливы а можно конечно же нарезать и спокойненько все это съесть офигенский просто ночью так ну чего короче ты по закускам все ты наружу с 1000 раз ел пробовал чего там нового а вот господи а ты как с этим помидорком относишься как тебе сказать с голодухи можно кушать а если я скажу что это краснодарские черно а сыром я не приучили лёжи ладно папа на самом деле удивительно но папа не любит сыр то есть это вообще нонсенс потому что я фанат сыра так ну давай наверное начнем с тобой свинишка и уже здравствуйте это кинзмарауль на самом деле достаточно сладкая да ну давай шампура как надо ну да ты как вообще относишься к употреблению мяса вилкой ну в общем чисто положительно почему ну потому что а как же это эстетика романтика вот это вся когда это все выложено на тарелочки это я думаю более чисто по-человечески это эстетичнее у тебя есть узбеки друзья ты знаешь культуру только коля к.п. но уже его сыновья ты хочешь что плов по правильному и естся как раз руками вот мне это очень странно а шашлыка ребята но он поставил нас часов 5 честно немного но ощущение от маринадика чувствуешь чуть-чуть или нет чуть-чуть кисленько не буду обманывать давай говори наших подписчиков я уже ухожу да да ну говори как есть мне по случаю понравился мне лишь мясо офигенно мягкая очень вкусная но сказать что прям я чувствую вкус маринада нет все таки когда мы делаем уксус и лук этот самый старая школа ребята мне кажется что я его больше чувствую а почему но даже с вином тоже делаешь я бы конечно но редко мне кажется ну когда вино есть откуда вы не будем этот самый пачкать рот только с этим а по сути ребята не пропагандируем по сути до миссари 1 вещь миску оставьте это нам до алкоголь убивает оставьте это для нас так вот я к чему тебе говорю то что порой миска лавашек свежие овощи больше на ничего не надо как у вас это было в свое время да так и было только лавашек а него ночью был на хлебушек был кусок рыбушку дыши хлеб совсем ешь серьезно абсолютно я я просто ничего не могу но белый нет почему я всю жизнь черный ел здесь что-то последнее время потянуло что-то на белый да ну давай здравствуй короче по поводу мяса могу сказать одно если что не парьтесь готовьте с шеей но это получается неплохо это знаете как такая версия не диетическая да скорее я тебе могу сказать что это судя по всему окор и я хочу сказать очень хорошего качества просто я в таком восторге мы я недавно вот с натальей делали шашлык наташа согласись до шеи вкусно было и очень замечательно но это был это не хуже но самое главное не пересушивать если шею у тебя есть вариант немножко засидеться за столом скажем тогда но шеи да то что его пережали ничего страшного поэтому здесь в этом плане все нормально в целом маринад чувствуется единственное что я бы добавил но у нас вся семья ест и приходится к сожалению к сожалению я люблю добавлять побольше остроты вот этой аджички добавить папа тоже кстати сказать то есть ты ты тоже любишь по пикант не согласись все это дело ну я думаю что это добавляется как соус уже как типа социбели вот это все ну ясно короче ребятки мы будем потихонечку уходить на вот такой вот день небольшой еды получился не было никакой за вот а мне вот это кстати больше то вот ты правильно все делаешь отрывается лавашек смотри ты все это я что-то ты мне за тупанул берется я смотрю тупишь кусочек мяса и вот это вот все вот это и довольно да лопатка реально мягкая это лопатка еще вдобавок ты говорил сейчас окорок 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 лопатка да он даже больше даже на что похож на вывеску свиную когда мы с тобой будем готовить вместе сынок времени нет ты же видишь как работа работа и давай давай говори пятнадцать тысяч лайков или два устроит сибирь у меня дальний восток теперь все за ребятам цену набьет себя потом да потом же это да 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 короче маринад действительно вкусный если что имейте ввиду просто немножко побольше остроты специи все чувствуется от маринаде к если это укропная чуть-чуть составляющая знаешь когда маринад делают для помидоров для всего данного она здесь чувствуется плюс но с другой стороны мы добавляем уксус это тоже своего рода получается конечно суть только здесь он уже сбалансированный у тебя сахаром более концентрированный этот менее канцерина но более сбалансированный абсолютно согласен с тобой ну и плюсом быстро маринуется типа вот ты шею на ночь же все оставляешь тоже но хорошо а где я возьму этот маринад ну где покупаешь помидоры и что ну и маринад внутри а помидоры с помидорами что буду делать есть столько помидоров ты сейчас я думал ты первое что скажешь что я с утра буду пить если баринад надо сюда а ты как говорим куринат нормально с утра нормально я очень положительный я просто про то что как бы выбрасывать что выбрасываем помидорчики они там их чуть-чуть сюда добавляли и чуть-чуть осталось сейчас нам за кадром поесть с тобой ясно душевно ну ладно давай тогда за кадром все ребятники спасибо всем огромное от души душевно в душу пап может быть что-то хочешь сказать да уж уж сказал круче ребята мы сделаем видеоролик вам его папа приедет там откуда он куда он уедет мы обязательно что-нибудь интересное придумаем покажем просто правду то у меня какой-то график непонятный то у него график непонятный и у тебя он кстати стал более непонятно почти в европу ездить а он был более понятный чем сейчас стабильного да он был стабильная сейчас какая-то дестабилизация короче как всегда пальцы вернул что россия очень большая страна ты это знал всегда не уйды не ври ты пап но ты всю россию объездил до норвегии и швеции не лёша ну все равно так далеко не заезжал будь она не ладно дороги хорошие везде да конечно поехали все ребята от души пока пока ссылочки все в описании все как обычно а просим я полностью а я я залпану так надо это как водку бренды кинзмараули но это сладкое вино как его еще пить я вино только сухое пью а сладенькое это как компотик достаточно вкусно все нормально